Интер простреливает, у Интера в каждом матче есть пропасть моментов И вот с началом нас всех, потому что роскошным оно получилось Затяжная, практически двухминутная атака Интера Передача, снабженная здесь рикошетом и Брозович под перекладину Сложно такие мячи брать А мяч-то прыгал, под него, спади, подстройся, да? Это Ансальди, делает передачу на Перешича Тот, правильно, абсолютную передачу! Похоже, было на первую атаку, на мой взгляд Просто там и пас был поглубже И Икарди отпихнул мяч под удар Ровно так же опять Ансальди, да? На фланге Вывел Перешича, ровно так же мяч Да, поэтому Интер вперед бежит Это довольно-таки интересно Икарди! Не перетянул ли? Нет, не перетянул Икарди, мне кажется, да Может быть И опять очень хорошо открывается в свободную зону Первым уже касанием принимает мяч Вторым уже готовит себе его под удар А дальше на встречном А дальше понимает, что ни один из тех, кто здесь рядом с ним крутится Крутится, да простят меня, так сказать Не Астори, так сказать, да Никто там еще Они, в общем-то, это так Вовремя открылся Вовсайд не попал Ансальди здесь Был, Ансальди здесь Притормозил Корпус выставляет Вынимай А вот Кандре Вовремя открылся Во сайт не попал Ансальди здесь Притормозил Корпус выставляет Вынимай Ну, от Кондрева он ушел. Кондрева вроде бы тут уже и не боролся с ним, скажем. Прерывать флоритийцев. Ну, а здесь зона свободная. Можно попытаться обыграть или пас выдать. Ильичич! Гоу! Как-то не кстати. Ну-ка давай посмотрим. Да? Или упал сам Хайданович, или потерял ворота, потому что ожидал передачи. Может быть, упал, просто поехала нога. Я думаю, он просто читал. И в итоге, я думаю, это тоже предмет для разбирательства, потому что Кьеза играл в мяч, а Раноке нет. И мне кажется, это было штрафно. Ну, а здесь атаку, изобретенную Перешичем, довершает дом уже четвертого гола Икарди. И это двенадцатый мяч в его сезоне.